Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире состоялось очередное заседание правительства Западной Армении. Первая партия российской вакцины «Спутник Ви» доставлена в Армению. Депутат Кинануглу предложил создать парламентскую комиссию по расследованию резни в Кочгири. Азербайджанцы напали на дорогу, ведущую в Степанакерт, проявив все признаки терроризма, сообщает МИД Арцаха. Пекин раскатиковал турецких политиков. Первые ванские кошки 2021 года родились в городе Ван в Западной Армении. Рядом с холмом Кармир-Балур обнаружены новые находки из урарского периода. Подписан меморандум о сотрудничестве между Матэнадораном и Гамбургским университетом. Очередное заседание правительства Западной Армении в режиме онлайн состоялось 7 апреля. Заседание ввела премьер-министр Западной Армении Седа Меликян. В начале заседания члены правительства поздравили женщин с Днём материнства и красоты. Затем было обсуждено 10 вопросов, 7 из которых не освещались, а один был скрытым. В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью членов правительства Западной Армении в апреле, подготовка к мероприятиям, посвященным годовщине геноцида против армян, а также организационные вопросы. Первая партия российской вакцины «Спутник Ви» была доставлена в Армению. Самолет из Москвы прибыл в Ереван в ночь на 8 апреля. Как сообщает Армен Пресс, об этом сообщили в Ереванском офисе Россотрудничества. Советник посольства России в Армении Павел Курочкин отметил следующее. В первую очередь, вакцина будет предоставлена группе риска. Хочу отметить, что это продолжение масштабной помощи, оказываемой Армении в борьбе с коронавирусом. Это самый яркий пример тесного сотрудничества и братских отношений между нашими народами. Али Кенануглу, член Прокурской народно-демократической партии в Константинополе, призвал национальное собрание расследовать сотую годовщину резни в Котчгири. В обосновании медиации технологию регулирования споров с участием третьей нейтральной стороны было упомянуто следующее. Согласно новостям, Нурадзин Паша объявил, что тех, кто произносил армянское имя, которых он нарек кодом ЗО, они устранили. А людей с кодом ЛО, то есть тех, кто говорит по-курдски, он устранит лично. По его словам, он разгромил 500 боевиков и выгнал 2000 человек в разные районы Анатолии, Западная Армения. Племена Котчгири, подавляющее большинство из которых были курдами Кизилбашами Заза, жили в 135 деревнях исторического Дерсим Санджака и не имели теплых отношений с османским правительством в Константинополе до начала 20 века. В конце Первой мировой войны, после того, как различные народы заявили о своей независимости во время распада Армянской империи, объединились и курды. Племена Котчгири, сблизившись с курдскими общинами, начали выражать свои требования о автономии в 1919 году. Вторжение Азербайджанов Степанакерт – это форма терроризма и варварства. Об этом в беседе с Фастинфо заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян. Напомним, вчера азербайджанские военные обошли блокпост российских миротворческих сил в районе Шуши и двинулись в сторону Степанакерта, сделав отметку на вывеске, установленной у памятника танка. «Конечно, мы предпримем соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов. Это большой удар не только для нас, но и для миротворцев, и они также предпримут соответствующие шаги», – сказал Бабаян. Нарушение трехстороннего обязательства зафиксировали российские миротворцы, о чем свидетельствует отметка на вывеске у памятника танку. Но не исключено, что в прошлом были случаи, которые не оставляли следов и могли стать угрозой жизни жителей Арцаха. Пекин раскритиковал турецких политиков за комментарии о предполагаемых нарушениях прав человека в Синьцзяне, сообщает South China Morning Post. Представитель Министерства иностранных дел Китая Джаоли Дзянь заявил, что некоторые турки бросают вызов территориальной целостности Китая. Первые котята ванских кошек в 2021 году родились на вилле Ванкет, расположенной в городе Ван Западная Армения, которую ежегодно посещают тысячи местных и иностранных туристов. Ванские кошки находятся под охраной, они считаются одной из самых значимых ценностей в городе. В этом году от 10 мам ванских кошек родилось около 25 детенышей. Отмечается, что рождение ванских кошек будет продолжаться во все сезоны синхронно. В этом году из-за эпидемии рождения кошек отложили примерно на 20 дней. Официальный представитель виллы Ванкет упомянул следующее. В этом году мы постараемся удержать рождаемость на самом высоком уровне. Мы сделаем все возможное, чтобы котята выросли здоровыми. В районе древнего памятника Кармирбалу, историк археологического заповедника музея Эребуни, уже несколько дней ведутся раскопки. Во время строительства дороги осколки глиняной посуды не остались незамечены специалистами. Строительство было немедленно остановлено. Как сообщил Армен Пресс в Управлении информации и общественных связей мэрии Еревана, Министерство образования и науки Республики Армения дало разрешение на проведение срочных раскопок, в результате которых были обнаружены интересные находки. Это кусок банки с полосками и брестками. У нас есть разные фрагменты местных урарских чашек-кувшинов. Большая часть найденного нами материала относится к 7 веку до н.э. Некоторые образцы датируются 7 веком до н.э. Они относятся к 7 и 6 векам. Внешняя часть стены, шириной около 2 метров, продолжается дальше. Наверное, здесь есть какие-то новые кварталы или стены. Можно найти необычные находки, говорит Микайл Бадалян, директор историко-археологического музея заповедника Эребуны. Раскопки будут продолжены на территории, прилегающей к новой дороге. Стену Араратского царства впервые заметили работники дороги. Кармир Балур – это древнейшее место, все еще может сделать много новых и интересных открытий для мира и рассказать больше, чем мы знаем сегодня. Оно также может стать центром развития археологического туризма. Недавно был подписан меморандум о сотрудничестве между Матенадараном именем Эсропа Маштоца и Гамбургским университетом. Инициатива Михаила Фридриха, директора Центра изучения культур рукописей Гамбургского университета, и Вагана Тер-Йон Диана, директора Матенадарана, будет способствовать прямому и вознаймовыгодному сотрудничеству между двумя странами в области сохранения рукописей и исследования рукописного наследия. Предусмотренное меморандумом сотрудничества предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области рукописей, их сохранение, реставрации, каталогизации, оцифровки, а также обмен научным опытом, реализацию совместных программ, двусторонние визиты специалистов и исследователей. А далее для вас ансамбль Тагаран «Анур». Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok